Я хожу пешком Правила дорожного движения? Нет, я их плохо знаю и не нуждаюсь в них. Ведь они написаны для водителей, а я пешеход. Я знаю одно правило на дороге. Жизнь человека, моя жизнь, священна. Поэтому, когда я выхожу на проезжую часть, все водители вокруг несут за меня ответственность. Если я иду, они обязаны остановиться. Если я неожиданно выхожу на проезжую часть, они обязаны это предугадать. Даже если я побегу на красный сигнал, они обязаны пропустить меня. Иначе будут отвечать. А я на дороге не несу ответственности ни за что. Таков закон. Потому что я пешеход. Я вне правил дорожного движения. Мне все разрешено. Пешеход. 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 Виноваты сами пешеходы. Они бывают гораздо беспечнее водителей. Чаще нарушают правила. Более того. Зачастую. Они даже не знают этих правил. Душа человека. Сколько же в ней загадок. Да, пешеходы на дороге порой ведут себя нелогично. Почему? Потому что управляет ими не логика. Не здравый смысл, а другие, глубинные, первобытные механизмы психики. Обычно мы их даже не осознаем. Но современные психологи знают, как эти механизмы работают. Всемирно известный психолог Эрик Берн утверждает, что личность человека может находиться в одном из трех состояний. Условно они называются «взрослый», «родитель» и «ребенок». В течение дня мы можем переходить из одного состояния в другое много раз. И наш настоящий возраст при этом не имеет значения. Мы находимся в состоянии взрослого, когда ведем себя по-взрослому. Объективно оцениваем действительность и отвечаем за свои поступки. Мы превращаемся в родителей, когда получаем других и принимаем на себя ответственность за них. И мы превращаемся в детей, когда перекладываем на других ответственность за себя, за свою жизнь, за свою безопасность. Кем же является пешеход на дороге? Взрослым, родителем или ребенком? Ответ прост. Пешеход является взрослым, когда ведет себя ответственно, соблюдает правила и понимает, что его жизнь зависит от его собственных решений. И пешеход находится в состоянии ребенка, когда легкомысленно нарушает правила. Ведь тем самым он перекладывает ответственность за свою жизнь на водителя. Как в детстве перекладывал на папу и маму. Печальная правда такова. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, признает свою слабость, добровольно отдает себя во власть водителя. Водитель на дороге по определению находится в состоянии сильного. Пешеход не может нанести ему ущерба, а он сам может пешехода убить или покалечить. Наше сознание может думать что угодно, иметь либеральные взгляды, вспоминать законы, возмущаться. Но подсознание все равно понимает водитель на дороге, сила и у него власть. Как же мы ведем себя перед лицом силы и власти? Одни говорят, я свободный человек и хозяин собственной судьбы. Поэтому я буду вести себя так, чтобы моя жизнь находилась только под моим контролем. Другие, а по статистике их большинство, столкнувшись с силой, тут же преклоняются и отдают себя в распоряжение новому господину. С одной стороны они как бы говорят, делай со мной что хочешь. С другой говорят, отныне ты несешь за меня ответственность. Это происходит неосознанно. Внешне мы можем даже сердиться на водителей, кричать на них. Но внутри это психологическое состояние раба. Вы удивитесь, но социологи говорят, что на поведение российских пешеходов оказывает влияние многовековое прошлое. Издревле в нашей стране судьба человека постоянно зависела от вышестоящего начальника. Ему люди доверяли свою судьбу и от него ждали милости. Позже, в советские времена, всю ответственность за гражданина принимала на себя государство. Государство обязано дать тебе жилье. Государство обязано дать бесплатное образование. Государство обязано бесплатно лечить. Государство обязано дать тебе работу. Государство обязано платить пенсию. В итоге в человеческой душе укоренилось убеждение – кто-то всегда нам что-то обязан, а мы всегда готовы снять с себя ответственность за нашу судьбу. Это стало частью менталитета многих людей. Эту психологическую модель они невольно передают детям и внукам, и ее они переносят на дорогу. Антон Павлович Чехов когда-то написал замечательную фразу – «по капле выдавливать из сердца». Кто мы в глубине нашей души? Рабы или свободные люди? Всякий раз, когда пешеход выходит на дорогу, он ставит на кон собственную жизнь. Если он перестраховывается и соблюдает правила, значит в душе он свободный человек, который готов быть господином собственной жизни. Если пешеход полагается на случай и волю водителя, значит где-то глубоко в его душе еще затаился, живет раб. И если его не выдавить по капле, потом может быть поздно. Я пешеход. Водители, которые не пропускают меня на переходе – это большое зло. Но и я, когда нарушаю правила, веду себя ничем не лучше. Жизнь – это самое дорогое, что у меня есть. Пора мне принять на себя ответственность. Пора понять, что если водитель наедет на меня и будет наказан, даже сядет в тюрьму, мне не будет от этого легче. У меня есть мои близкие люди, моя работа, мои увлечения. Мне есть ради чего жить. И я не стану рисковать этим, нарушая правила дорожных движений. Я свободный человек. И таков мой выбор. Субтитры создавал DimaTorzok